Итак, 10 серия маршрута Москва-Саргот. Движение в темное время до Екатеринбурга. Посмотрите на условия движения в темное время на этом участке. Движение по Екатеринбургу будет без ускорения, с оригинальным аудио. И комментарии о населенных пунктах из Википедии буду читать сам. Только что проехали, с левой стороны остался населенный пункт Бесерть. В Википедии сказано административный центр Бесердского городского округа, город Бесерть. История поселка. 5-16 ноября по старому стилю, 1761 год, на Бесердском железнодорожном заводе, построенном Демидовым, пущен в действие первый молот для ковки железа. С этого времени и началось существование Бесерти-завода. С 1923 года Бесерть административно подчинялась Екатеринбургскому округу Уральской области. В это время был образован Бесердский район с центром в поселке Бесерть. В 1942 год Бесерть стала рабочим поселком. В 1944-1959 годах была центром Бесердского района. 10 ноября 1996 года муниципальное образование включено в Государственный реестр муниципальных образований Свердловской области. Так, население в 2018 году составило 9574 человека. Ну вот вроде бы и вся информация. Ну, еще имеется Успенская церковь. В 1787 году была построена деревянная, одна предстольная церковь, которая была освящена в честь Рождества Христова. После постройки стала приписной и была освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так, Христо-Рождественская церковь. В 1889 году была построена каменная, одна предстольная церковь, которая была освящена в честь Рождества Христова. Церковь была закрыта в 1938 году, а в советское время снесена. Рождественская Богородицкая Единобиршевская церковь. В 1850 году была построена Единобиршевская церковь, деревянная, однопрестольная, была освящена в честь Рождества Христова. Рождественская церковь. Ага, понятно, слушай, чё хотел уточнить, я тебе Юлька вообще звонила, нет такого кресла? Ну что, что? Кого? Почему? Так, там же нужно... Что у нас прошло? Алло. Вот видите, связь Билайна на трассе. Алло. Так, ладно, продолжаю дальше читать. Впереди, справа, будет город Ревда. Ударение на УКУА. Административный центр городского округа Ревда. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. История. Ограничение 90. Ревда один из старейших городов Урала. Датой основания считается 1 сентября 1734 года. Это считается день, когда дом на поселке, построенном Акинфеем Дебидовым, дала первый чугун. 6 пудов. Этимология названия не определена. Алло. Да, да здесь... Да, связь опять небольшая. В смысле отвезти? Она же с подружкой должна была ехать. Но наименование Ревда близко по значению в переводе с башкирского Медная река. Медное месторождение было найдено около реки, причем задолго до прихода русского населения в эти места. До прихода русского населения в эти места здесь жили башкиры, в которых впоследствии заводчики Демидовы за бесценок выкупили эти земли. Башкирам пришлось их покинуть. В 1841 году на заводе были выполнены... В 1841 году на заводе были волнения мастеровых и крестьян. Из Екатеринбурга прибыли две роты Оренбургского литийного батальона номер 14 для их подавления. Восставшие закидали команду следками чугуна и камнями, в результате чего ушибы получили командир, два офицера и 17 рядовых. В ответ войсковое соединение открыло огонь из ружей и пушки. Со стороны восставших погибли 33 человека и были ранены 62. В 1926 году рабочему поселку Ревда был присвоен статус поселок городского типа. Статус города был присвоен 3 мая 1935 года. Население в 2018 году составило 62 687 человек. Культура. В Ревде имеется Ревдинский историко-краеведческий музей, Демидов центр, дворец культуры городского округа Ревда, несколько культурных и досуговых центров, музыкальный театр, гостион, кинотеатр, развлекательном центре Кензатза, филиалы Екатеринбургской филармонии, централизованная библиотека, городской парк города Ревде, парк культуры Победа, Еландский парк. Промышленность. В городе имеется 13 крупных и средних промышленных предприятий металлургической промышленности, строительного комплекса, производства кабельной продукции, распределения электроэнергии и воды. В Ревде существует 4 градообразующих предприятия, принадлежащих двум крупным промышленным холдингам Уральского горно-металлургической компании. Транспорт. В городе действует 7 городских, 5 пригородных и 1 междугородный маршрут. 8. Так, 7 городских маршрутов, да. Международный маршрут. Междугородный маршрут. Это Ледянка, Ревда, Екатеринбург. Железнодорожные сообщения. Через Ревду проходит железнодорожная магистраль, связывающая Екатеринбург через Казань с Москвой. Казанский вокзал. Казанский вокзал. Железнодорожная станция Ревда находится на линии Екатеринбург-Дружинина-Казань-Москва. Расположена в 1612 км от Москвы. Первоначальная станция называлась Капралова. Есть три версии названия. Первое. От близрасположенных медных рудников. Путеводитель по Уралу за 1889 год пишет, что в 1714 году отставной драгун Сергей Бабин нашел на правом берегу реки Чусовой Медную Руду. В 1723 году открылись рудники Елизаветской у деревни Подволочной и Капраловой, откуда была добыта и выпалена 643 пуда меди. Руда оказалась бедной и рудники вскоре закрыли, но название осталось. Вообще упоминание о медном деле на Ревдинском заводе частенько встречается в документах, например, в материалах географии и статистики России за 1860 год. Там указано, что выпала блина 251,75 пуда меди на сумму 2517 рублей. По версии Мамонтова, станция была названа в честь мастера, погибшего в первые годы эксплуатации дороги. И третья, станция названа в честь инженера Капралова, погибшего при строительстве тоннеля на линии между ОП «Спортивная» и ОП «Пионерская». Не знаю, что такое. Изначально станция Ревда располагалась на месте нынешней станции Первоуральск. Доброхотов свидетельствует, описывая главную линию Пермской железной дороги, так она называлась тогда, что между разъездом номер 70, ныне станция под Волошной и разъездом 71, ныне старшая вершина, находилась станция Ревда. Причина такой путаницы в следующем при строительстве Пермской железной дороги возникли разногласия между инженером дороги и управляющим шайтанским заводом. На прокладке колеи работало много пришлых людей. Инженер попросил управляющего разместить рабочих в заводском поселке на зимнее время. Управляющий поставил условия подвести железнодорожную ветку к заводу. Но инженер не принял такое условие и ему отказали в подоставлении жилья для рабочих. Людей пришлось транспортировать в деревнях. В отместку шайтанскому заводу управления инженер присвоил станции название Ревда. После гражданской войны станцию переименовали Хромпик, так как рядом располагался Хромпиковый завод. Впоследствии переименованы станцию Первый Уральск. Ну, про Первый Уральск я чуть позже. А сейчас про город Ревда. Еще раньше на этом месте находилась станция Барановская, которая была соединена со станцией Подволошной, тогда разъезд номер 70. Эта линия была построена в 1909 году вместе с дорогой Екатеринбург-Конгур-Перим. Первые поезда на линии Екатеринбург-Казань пошли с 1 июля 1920 года. В 1925 году сдана в эксплуатацию станция Капралова. Первый преградный поезд отправился 25 мая 1937 года. Даже указано время в 7.50. До этого ходили только грузовые поезда. В 1959 году электрифицирована линия Дружинина-Свердловск. Тогда же пущены электропоезда. В 1963 году станцию переименовали Ревду. В 1980 году построен новый вокзал из стекла и бетона. Ну не вниз вверх, а все время вниз, вниз, вниз. Вот так вот. Мы на подъезде к Екатеру. Этот, Сало Шаба, почему? Куда отвезти? Какой вечер он там? Ее подруга была, чтобы куда отвезти? В субботу мы же вечером. В смысл кресла завозил. Дай подружке лениться просто отвезти. А, вспомнил. Смотри, звонили мне сегодня из Шкота-центра. Ну вот, короче, президент Европы-банк одобрил. Но вот... Так, ладно. Разговоры разговорами. Что такое? Далее по ходу Первого Уральска. До 1920 года Васильевско-Шайтанский поселок. Административный центр городского округа Первого Уральска. Город областного подчинения Свердловской области России. Четвертый по численности населенный город Свердловской области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского. А он брал когда-нибудь? У него есть какая-нибудь из... История. В 1702 году Рудознатец из Откинской слободы Федор Россов открыл угол Ры Волчих и месторождение Железной Руды. Я просто не знаю, что делать. Я вот думаю, 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 думаю. Мне на ум никто не приходится. У меня вот что-то такие здесь. В 1721 году основана деревня Подволошина. Летом 1730 года Внук Никиты Демидова Василий начал строительство чугуноплавильного и железноделательного завода на реке Шайтанка. 1 декабря 1732 года Заводская Домна дала первый чугун. Эта дата и считается датой основания города. В 1760 году был построен Верхнешайтанский железноделательный завод. А на речке Ельничной была построена лесопильня для нужд обоих заводов. 9 июня 1771 года вспыхнул бунт рабочих Васильевско-Шайтанского завода под руководством Андрея Плотникова. Владелец завода Ефим Ширяев был убит. 20 января 1774 года в поселок вошел отряд спецподвижника Емельяна Пугачева Ивана Погородова. Послушаем, что там в салоне. После подавления восстания Пугачева в поселок был сожжен. Опять поругался. Да, разъединять не могут. Дружить, гулять, разъединять и все. Ну да, осталось что-то там 65 километров. В 1829 году В 1829 году Урал посетили известные немецкие ученые, которые установили в районе горы Березовой место перевала с западного склона Уральских гор на восточной границу Европы и Азии. На этом месте в 1837 году в связи с проездом наследника престола был установлен первый на Урале обелиск Европа-Азия. 15 сентября 1915 года пущена первая прокалочная печь химического ромбикового завода. Шайтанский химзавод по выработке натриевого хромпика и серной кислоты не буду я это читать. В годы Великой Отечественной войны из шестеро первого ральца были удостоены звания Героя Советского Союза. Но много информации про город все читать не буду. Население в 2018 году составило 123 655 человек. Много предприятий города Первый Уральский Новотрубный завод Первый Уральский Динасовый завод Уральский Трубный завод Русский Хром Первый Уральский завод горного оборудования и так далее, так далее, так далее Перечень очень большой Железнодорожное сообщение Через станцию Первого Уральск проходит Транссибирская магистраль связывающая Екатеринбург с Пермию, Санкт-Петербургом и Москвой Курский и Ярославский вокзалы Через станцию проходит 9 пар тригородных электропоездов по маршрутам Екатеринбург-Кузино Екатеринбург-Шаля Екатеринбург-Кордон Автобусное сообщение Достаточно много маршрутов Культура Первого Уральск Крупный культурный центр Свердловской области В городе действует инновационный культурный центр в котором проходят музейные выставки концерты российских звезд прямые трансляции из Свердловской областной филармонии и многое другое Основные музеи Исторический музей Первый Уральск И другие кинотеатры Несколько кинотеатров имеются Так образование Три учебных заведения ГОУ, ВПО, РГ, ППО, филиал Первый Уральский политехникум Первый Уральский металлургический колледж Спорт Ассоциация смешанных единоборств Уральс Универсальные бойцы Школа Техвандо Футбольный клуб Хоккейный клуб Дворец водных видов спорта Ледовый дворец Горнолыжный курорт Стадион Старт, Первый Уральский спортивный клуб Карате Школа бокса Кикбоксинг Велоспорт Начиная с 1998 года Первый Уральский ежегодно В городе Первый Уральский ежегодно Проводится конкурс красоты Мисс Первый Уральск Так, ну а теперь информация о самом Екатеринбурге Екатеринбург С 1924 по 1991 год Носили имя Свердловск Город в России Основан 7 ноября 1723 года Как железноделательный завод Имя дано в честь императрицы Екатерины Первой Имя дано в честь императрицы Екатерины Первой Екатерина Вторая в 1781 году Даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской кубернии В конце 19-го и начале 20-го века Один из центров реабилитационного движения на Урале В советские годы превратился Мощный индустриальный и административный центр страны Город четвертый по численности После Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска Город в России Город стал одним из хозяев Чемпионата мира по футболу 2018 года История, ну, кратко, наверное Окрестности реки Исити Которая служила удобным транспортным путем От Уральских гор в глубь Сибири Незавна привлекала поселенцев Древнейшее из ныне обнаруженных поселений На территории современного Екатеринбурга Находилась рядом со скальным массивом Палкинские каменные палатки Недалеко от деревни Папкина И Екат Это объездная дорога И датируется шестым тысячелетиям до нашей эры Шестое тысячелетие до нашей эры Скальный массив, расположенный непосредственно у реки Исики Служил вероятно естественным укреплением На территории поселения были обнаружены остатки жилищ Мастерские по производству орудий Светилищные комплексы погребения С 7 и 3 веков до нашей эры На каменных палатках жили древние металлурги Освоившие плавку меди Здесь найдены метные фигурки птиц, животных, людей Наконечники стрел, различные предметы быта Позже научились изготовлять изделия из железа Все обнаруженные поселения погибли в результате пожаров Возможно в ходе набегов завоевателей Иродских поселений вплоть до колонизации региона Русскими поселенцами на дальней территории не было Весной 1723 года по указу императора I На берегах реки Исики Развернулось строительство крупнейшего в России Железноделательного Екатеринского завода Датой рождения города стал день 7 ноября 1723 года Когда в цехах был осуществлен пробный пуск Кричных боевых молотов Строительство завода началось по инициативе Татищева Однако в дальнейшем он наткнулся на противодействие промышленника Демидова Татищев поддержал Дегенин По инициативе которого завод-крепость Нарекли Екатеринбургом в честь императрицы Екатерины I Супруги Петра I Екатеринбургский завод Первые годы работы превосходил по технологической оснащенности Все иные металлургические предприятия страны Екатерина II в 1781 году даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской области, что отражено в историческом гербе Во время ее правления через молодой город провожили важнейшую дорогу Российской империи Большой Сибирский тракт Таким образом Екатеринбург в числе других пермских городов Стал городом-ключом к бескрайним и богатой Сибири Окном в Европу Подобно тому, как Петербург был российским окном в Европу В 1807 году присвоен статус единственного в России горного города 26 октября 1917 года в городе была установлена советская власть Бывший российский император Николай II с семьей расстреляны в городе в июле 1918 года в доме Ипатьева Сейчас на этом месте построен храм на крови За несколько дней до занятия города Чехословатским корпусом и белогвардейскими войсками В Екатеринбурге было сформировано Уральское временное правительство Просуществовавшее до ноября 1918 года Когда оно признало верховную власть всероссийского правительства адмирала Толчака В июле 1919 года город был взял силами Красной Армии С 1918 года Екатеринбург, центр Екатеринбургской губернии В послевоенные годы вступили в строй новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия Началось массовое жилищное строительство Коренным образом меняется система тепла и газоснабжения В 1980 году началось строительство метро Весной 1979 года в городе случилась эпидемия сибирской язвы 4 октября 1988 года произошел взрыв на станции Свердоровск-Сортировочный 4 сентября 1991 года городу возвращено историческое название Екатеринбург Перестроенный переход к рыночной экономике в конце 80-х и начале 90-х Негативно отразилось на многих сферах жизни города В 2000-е годы в Екатеринбурге начался интенсивный рост торговли, бизнеса, туризма В 2003 году прошли переговоры президента России Путина и канцлера ФРД Шрёдера С 15 по 17 июля 2009 года проходили саммиты ШОС и БРИК Что серьезно повлияло на экономическую, культурную и туристическую ситуацию в городе 13-16 июля 2010 года прошла встреча президента России Дмитриева Медведева и канцлера ФРД Ангела Меркель В 2018 году в городе прошли матчи чемпионата мира по футболу Так, очень много информации о Екатеринбурге Что успею, зачитаю Население Екатеринбурга в 2018 году составило 1 миллион 468 тысяч 833 человека Национальный состав Русские 89 Татары 3,7%, украинцы 1%, башкиры 1%, морейцы, немцы, азербайджанцы Ну, это меньше процента Продолжаю зачитывать информацию о городе Екатеринбурге Екатеринбург, один из крупнейших экономических центров мира Входит в список сети 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП В 2010 году консалтинговая компания оценила валовый продукт Екатеринбурга в 19 миллиардов долларов По расчетам компании должен вырасти до 40 миллиардов в 2025 году По объему экономики Екатеринбург занимает третье место в стране После Москвы и Санкт-Петербурга Согласно исследованиям фонда Института экономики города В рейтинге крупнейших по экономике городов столиц региона в России За 2015 год Екатеринбург занял третье место В советское время Екатеринбург, образуя Челябинском и Пермской уральской промышленной и Пермью уральский промышленный узел Был сугубо промышленным городом с долей промышленности в экономике 90% Из них 90% приходилось на оборонное производство Я неоднократно проезжал через Екатеринбург И проездом был, и в сам город заезжал Город на самом деле потрясает своей красотой Мне, например, в Екатеринбурге лично было очень комфортно Туризм Екатеринбург – крупный туристический центр В 2015 году входил в пятерку российских городов Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Владивостоком Представленных в мировом рейтинге наиболее посещаемых туристами направлений За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа Екатеринбурга Как центра международного конгрессного туризма В том числе проведение саммитов Шанхайской организации сотрудничества В 2008 и 2009 годах Международной выставки Иннопром в 2009-2010 годах Екатеринбург входит в десятку российских мегаполисов С самым большим автопарком В 2014 году в городе было зарегистрировано 437 300 легковых автомобилей Которые интенсивно увеличиваются в последние годы на 6-14% Уровень автомобилизации в 2015 году достиг 409 500 автомобилей Из 409 500 автомобилей на 1000 человек Написали бы 410 нет Его темпы в последние несколько лет серьезно повышают темпы развития И пропускные возможности уличной дорожной инфраструктуры Да, на самом деле это так, на себе это я испытал Впервые транспортные проблемы появились в Екатеринбурге в 80-х годах И тогда не казались угрожающими Однако ситуация становилась хуже год от года Исследования показали, что уже в 2005 году был достигнут Лимит пропускной способности дорожно-транспортной сети Что в настоящее время привело к постоянным заторам Общая протяженность уличной дорожной сети в Екатеринбурге составляет 1311 километров Из которых 929 километров протяженностью замощенных проезжей части С 1991 года в городе действует 6-й в России и 13-й в СНГ метрополитен В данное время работает одна линия с 9-ю станциями За 2015 год было перевезено 49, почти 50 миллионов пассажиров В 1929 году появилась трамвайная сеть В данное время играет ведущую роль в системе городского транспорта По состоянию на 2016 год функционировало 30 маршрутов На которых работало 459 вагонов В Екатеринбурге действует 93 автобусных маршрута Екатеринбург третий по величине транспортный узел России После Москвы и Петербурга здесь сходится 6 федеральных трасс 7 магистральных железнодорожных линий А также располагается международный аэропорт Как же он называется? Кольцово, по-моему Сейчас Стыдно, не могу вспомнить название аэропорта Екатеринбург крупнейший железнодорожный узел В Екатеринбургском узле сходится 7 магистралей На Пермь, Тюмень, Казань, Нижний Тагил, Челябинск, Курган и Табду В городе расположено управление Свердловской железной дороги Образование Система образования Екатеринбурга включает в себя весь спектр образовательных учреждений Дошкольное, Общее, Специальное, Профессиональное и Дополнительное Сегодня город является одним из крупнейших образовательных центров России В Екатеринбурге открыто 164 общеобразовательных учреждения 160 дневных и 4 вечерних В 2015 году В общеобразовательных учреждениях обучалось 133,8 тысячи человек По уровню квалификации выпускаемых кадров Екатеринбургские вузы являются одними из ведущих в России В частности, по количеству выпускников, представляющих нынешнюю управленческую элиту страны Екатеринбургские вузы уступают только учебным заведениям Москвы и Петербурга В настоящее время в городе функционирует 20 государственных вузов В которых в общей сложности обучается более 140 тысяч студентам Кроме того, в городе действует 14 негосударственных вузов В том числе одно муниципальное учреждение Екатеринбургская академия современного искусства И одно церковное Это Екатеринбургская духовная семинария Также в Екатеринбурге находится Уральская государственная архитектурно-художественная академия Культура Екатеринбург является полифункциональным культурным центром Уральского федерального округа В городе функционирует около 50 библиотек Наиболее крупной библиотеки организация Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского В городе действует около 50 различных музеев Екатеринбург располагает уникальными музейными коллекциями В Екатеринбургском музее изобразительных искусств находится собрание русской живописи и невьянской иконы Местная уральская школа иконописи, которой тесто связано с традициями старообрядчества Там же расположен уникальный экспонат Кослинский чугунный павильон, получивший награды на Всемирной Парижской выставке в 1900 году Планировка и застройка На планировочную структуру Екатеринбурга в первую очередь оказали влияние и географическое положение города Наличие в нем железноделательного завода и плотины В 1726 году основной планировкой города выступала структурно-металлургического завода С взаимно перпендикулярными направлениями плотины и реки Исить Архитектура и достопримечательности Екатеринбург, детище Петровских реформ Усиление военного могущества Российской империи Расширение внешних связей Развитие внутреннего рынка Все это обусловило увеличение потребностей в металле И послужило толчком к созданию на Урале Всего огромными ресурсами крупной металлургической базы страны В советское время Свердловск активно строился и развивался В Екатеринбурге, кто отправляется в путешествие на автомобиле Или просто путешествует, посетить и побывать в Екатеринбурге Просто необходимо Если просто зачитывать всю информацию из Википедии Но потребуется, наверное, не один час Поэтому я многое пропускаю Вот исторический центр Основные достопримечательности исторического центра Екатеринбурга Объединены в проекте «Красная линия» Представляющим собой туристический маршрут длиной около 6,5 километров Начинается маршрут с площади 1905 года От памятника Ленину Далее следует дом актера Далее следует дом актера памятника архитектуры Двухэтажный камерный дворец конца 19 века Построенный по проекту архитектора Юлия Дютеля В 1988 году дом актера стал официальной резиденцией Свердловского отделения Союза театральных деятелей Между площадью 1905 года и Плотницкой Расположено одно из старейших учебных заведений Екатеринбурга Бывшая мужская гимназия Рядом проходит набережная рабочей молодежи Одна из старейших улиц Екатеринбурга Расположенная вдоль правого берега городского пруда На месте железноделательного завода С которого начинался Екатеринбург Сегодня расположен исторический сквер Водонапорная башня Один из символов Екатеринбурга Построенная в 1880-х годах Наполовину деревянная Использовалась для обслуживания Екатеринбургских железнодорожных мастерских На площади труда расположены памятники Это Тищеву и Дегенину И часовня Святой Екатерины Много-много здесь просто Вот и итоги голосования по выборам президента В 2012 году по городу Екатеринбургу Путин Владимир Владимирович 56,84% Прохоров 18,75% Зюганов 12,52% Миронов 6,7% Жириновский 4,51% На этом я, наверное, закончу комментировать Уже все невозможно просчитать Из-за ограниченного времени Поэтому набирайте И уберите информацию О Екатеринбурге Из народной энциклопедии Википедия Я на этом заканчиваю До следующей серии Далее послушайте музыку Если останется время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok